Он мечтал стать архитектором, но неожиданно для себя открыл притяжение театральной сцены, после чего решил сменить профессию. И ни разу об этом не пожалел, хотя до последнего увлекался живописью и графикой. У актера Сергея Курилова даже была своя небольшая мастерская, куда его, лишившегося способности ходить, в последние годы жизни привозил сын. Родился Сергей Курилов 16 октября 1914 года в Москве. Родители были тульскими крестьянами, которые перебрались в столицу, надеясь разбогатеть. Отец стал кузнецом, и именно у него Сергей научился делать свои первые эскизы. Мальчик мечтал строить большие красивые дома, поэтому после восьмилетки поступил в строительно-архитектурный техникум. Но закончить его не успел, потому что жизнь молодого человека круто переменилась после одного важного события. Он участвовал в студенческой самодеятельности, и на один из спектаклей драмкружка пришел педагог училища при театре и революции. Он заприметил статного и бойкого Курилова, которому после спектакля предложил сменить профессию. На раздумья у молодого человека ушло всего несколько минут, и на следующий день он был зачислен в театральное училище. После его окончания Сергей продолжил обучение в школе-студии МХАТа, а затем устроился на работу в Московский театр юного зрителя. Также он служил актером в Красноярске и Смоленске, но неизменно возвращался в Москву, мечтая о съемках в кино. Лишь в 1947 году он получил такое приглашение, но зато оно оказалось именно тем трамплином, которому мог бы позавидовать любой актер. Курилов сыграл главную роль в фильме «Миклуха Маклай», а затем был зачислен в штат театра студии киноактера. Именно с этого момента началась кинокарьера Курилова, который снялся более чем в 50 фильмах. Далеко не все они оказались кассовыми, а изображать актеру пришлось не только ученых, поэтов и художников, но и номенклатурщиков. Однако в советские времена у зрителей была своя шкала ценностей, и многие знали, если в фильме снимался Курилов, то идти в кино точно стоило. Сам же актер признавался, что выбирать ему особенно не приходилось, так как кинематограф стал его основным источником дохода. Тем не менее, такие картины с его участием, как «Сердце Бонневура», «Ленинградская симфония», «Максимка» стали классикой советского кинематографа. Обладая хорошо поставленным баритоном, Сергей Курилов со временем открыл для себя такое направление в творчестве, как озвучивание кинофильмов, и вскоре стал настоящим мастером дубляжа. В свободное же время, которого у актера было не так много, он увлекался живописью. Работы Сергея Курилова колоритные пейзажи и натюрморты до сих пор хранятся в семейной коллекции у друзей, которым актер часто дарил свои картины. Он мечтал о персональной выставке, однако так и не успел ее организовать. Со своей супругой Ниной актер познакомился в школе и студии МХАТ, однако после рождения сына Александра женщина оставила сцену и посвятила себя семье. Именно она первой забила тревогу, когда после рыбалки супруг не смог подняться с постели, жалуясь на то, что не чувствует ног. А не менее постепенно прошло, однако жена настояла на полном обследовании, которое показало необратимые процессы в организме. Через несколько месяцев Сергей Курилов уже не мог передвигаться самостоятельно, о съемках в кино пришлось забыть, однако благодаря заботе близких людей он ни в чем не нуждался и даже сумел найти отдушину в творчестве, посвятив себя живописи. Сам актер часто шутил, что дважды в жизни менял профессию и в итоге все равно вернулся к изобразительному искусству, которое помогло ему взглянуть на мир другими глазами. К сожалению, состояние артиста постепенно ухудшалось и 11 января 1987 года Сергея Курилова не стало. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!